Накануне спортсмены Ненецкого округа отметили Международный день Тэквондо. Ежегодно его празднуют 4 сентября по инициативе Всемирной Федерации Тэквондо. В этот день, в 1994 году, Международный Олимпийский комитет официально включил этот вид спорта в число олимпийских. Впервые соревнования по Тэквондо проводились на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Тэквондо, как вид спорта, начал развиваться в нашем регионе в 1991 году. Почти 10 лет понадобилось, чтобы в округе была официально зарегистрирована Региональная Федерация Тэквондо. Сейчас это один из самых популярных видов спорта среди молодежи. Спортивные секции Тэквондо работают практически в каждом микрорайоне города. Для новичков мы начинаем набор самых юных наших тэквонтистов. Возраст, как мы так больше скажем, не имеет значения. Мы все смотрим по ребенку, который приходит. Но обычно проблем с возрастом у нас не возникает. То есть у нас от малого до великого ребятки занимаются. Кто уже самый маленький, конечно, мы там больше занимаемся и с физической подготовкой, и с элементами тэквондо. Кто уже старше становится, мы уже работаем по программе. В этом спортивном году у тэквондистов большие планы. В конце прошлого сезона лучшие спортсмены приняли участие в первенстве Европы, которое проходило в Казани. В этом году мы подошли к более хорошему уровню. Ребята готовы к показателям того года, учебного и неучебного, и спортивного. Также показатели хорошие, поэтому ребята некоторые хорошо выступили на последнем первенстве России. Поэтому будем сейчас до конца еще, так скажем, нужно нам непосредственно очень хорошо зацепиться в сборной России, чтобы подойти к чемпионату Европы и к чемпионату мира. Между тем подготовка к важным соревнованиям уже началась. Ведь в конце октября нашим спортсменам предстоит показать свои достижения на хубке России, которые пройдет в Подмосковье. Но самое главное событие предстоящего сезона – чемпионаты первенства России, а потом и мира. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».